и устанавливаем на место левую сторону бампера и защелкиваем для наглядности так выглядят наши защелки это пазы в бампере а вот сами защелочки закручиваем болт с подкрылка готово фиксируем правую сторону бампера и фиксируем нижнюю часть закручиваем верхние болты бампера и 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 закручиваем нижние крепежные болты под номерным знаком и закручиваем нижние крепежные саморезы бампера устанавливаем расширитель арок в посадочное место на крыле для установки колесных арок нам понадобятся такие пластиковые клипсы в количестве 6 штук оригинальный номер комплекта пластиковых клипс состоит из 10 штук номер оставлю в описании под этим видео устанавливаем клипсы в посадочные места и фиксируем клипсы для того чтобы зафиксировать клипсу необходимо затянуть хвостик приблизительно к на 4-5 миллиметров вот эти вот упорные втулки пластиковые у нас расширяются тем самым фиксирует колесную арку с подкрылком после того как клипса затянулась хвостик данной клипсы самостоятельно отламывается остаются вот такие хвостики третья клипса расширитель колесных арок на месте в нижней части колесной арки у нас есть еще один фиксатор так выглядит клипса оригинальный номер оставлю в описании и фиксируем клипсу клипса на месте клипса на месте при установке бампера нам нужно попасть верхней салазкой в верхний кронштейн на кузове и нижней салазкой в нижний кронштейн на кузове и с правой стороны бампера верхней салазкой должны попасть в верхний кронштейн на кузове и нижней салазкой должны попасть в нижний кронштейн на кузове в нижней части бампера нам нужно совместить направляющие с защелками которые находятся у нас в нижней части кузова машины и совместить кронштейны на кузове с кронштейнами на бампере второй крепежный кронштейн Второй крепежный кронштейн на кузове. Приступим к установке заднего бампера. Попадаем верхними направляющими и нижними направляющими. И заводим наш бампер в посадочное место. И так же самое с правой стороны. И проверяем верхнюю и нижнюю направляющие. Устанавливаем подкрылки на место. Далее нам понадобится пластиковый инструмент. Закручиваем саморезы. Устанавливаем на место подкрылок с правой стороны. Закручиваем верхний саморез. И нижний. И защелкиваем фиксаторы в нижней части бампера. Регулируем зазоры бампера. Далее нам понадобится насадка Т55. Перед установкой я нанесу графитную смазку на болты крепежные. И закручиваем наши крепежные болты. КОНЕЦ Устанавливаем второй крепежный болт. И зажимаем второй крепежный болт. И устанавливаем заглушки бомбера. Ссылку на видео о том, как снять задний бампер BMW X5 E53 кузова, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Также в описании будет видео о том, как обслужить парковочную систему BMW X5 E53 кузов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. До встречи на канале.